Всем привет! Меня зовут Ирина. Это свои сообщества русскоговорящих бизнесменов в США. Сегодня с нами на связи Рита. У нее очень интересный бизнес, духовный, скажем так. Но для начала хотелось бы поинтересоваться, как к этому приходят. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, Лина. Здравствуйте, все, кто нас слушает. Ну что ж, история была, наверное, обычная, потому что многие люди приходят к духовности через какие-то или проблемы, или болезни. Ну, так же и случилось со мной. Я работала программистом долгое время в Америке, практически как приехала, почти уже 25 лет, как в Америке, и проработала программистом около, наверное, 15 лет. Но потом случилось так, что у меня обнаружилась проблема со здоровьем. Это была проблема со щитовидной железой. И вот с этого момента начались серьезные трансформации, познание чего-то нового, понимание, узнавание того, что не лежит в границах нашего поля зрения, в нашей области, что-то такого, чего-то такого, чего мы не знали раньше. И случилось так, что меня как раз примерно в это время сократили с работы, на которой я работала в крупной компании. Да, и мы начали ездить. То есть мы, я имею в виду мужа, мы с мужем начали ездить, узнавать. Мы поехали в Индию. Несколько раз там были, в том числе, там было лечение аурведическое, то, что называется панчакарма, по пяти системам организма. Ну, это было и духовное понимание развития чего-то такого, чего мы не видим здесь. В Индии жизнь совсем другая, и там много чего интересного есть для своего познания. Но потом так получилось, что судьба привела меня в другое место, в Бразилию, где работает Джанал Гаджуа, Бога, его так называли люди. И после второй моей поездки туда я попросила разрешения стать гидом, и с тех пор я туда вожу людей. Ну, а когда мы съездили второй раз, привезли специальную установку, очень интересную от него, которая работает на балансировку чакр и развитие, то есть для того, чтобы убрать блоки с наших энергетических тел. Вообще всё это очень тонко, я туда не буду ходить. Просто скажу, что вот в тот момент мы как раз и открыли такой центр в Биллинге, в это сабабр, то есть деревня недалеко от Чикаго, от Большого Чикаго, но оно включается в Большое Чикаго. Открыли духовный такой, это же не духовный, а здоровительный центр, я бы сказала, Велнос-центр, вот в 2012 году. Хотя идея-то была уже давно, у моего мужа мы работали виртуально, ну а потом вот открыли такой центр. Ну это уже очень долго он существует, и как я предполагаю, хорошо, успешно, скажем так. Скажите, в чём специфика Вашего духовного центра, оздоровительного? Мы предлагаем очень разные услуги, начиная с того, что я являюсь, я даже не знаю, как это по-русски сказать, это называется health coach, то есть когда меня сократили с моей работы, я пошла учиться. Ну начнём с того, что мы когда в Индии были, мне сделали гороскоп. Вообще это очень важно для каждого человека, понимание его соотношения, его отношения с планетами. Сделали гороскоп, мою карту, и вот доктор, аэровидический доктор сказал, что мне нужно, моё призвание — это помогать людям различными способами. Вот, и когда я приехала, вернулась домой, я открыла, ну, я уже начала познавать вот это, помогая себе, начала познавать путь к оздоровлению без лекарств. Потому что когда обнаружилась моя проблема, врач сказал, что мне надо принимать гормоны. Но я категорически отказалась от этого, потому что у меня была история с моей мамой, она принимает гормоны, принимала здесь больше 50 лет, и это привело к таким результатам, что это у меня на глазах это был пример, и я категорически отказалась от этого пути, и поэтому вот был такой поиск чего-то другого, и это возможно. Всё возможно, только если мы ищем и понимаем, что для нас есть свой путь, для каждого из нас, путь к оздоровлению, путь к росту и к развитию. Поэтому когда я закончила, получила сертификат Health Coach, я училась в Нью-Йорке, в институте называется Integrative Nutrition. И начиная вот с сервиса, который я предлагаю людям, то есть я работаю с людьми для того, чтобы они могли что-то поменять в жизни, делать такие маленькие движения, маленькие шажочки, которые приводят к большим результатам. И мы двигаемся очень постепенно, начиная менять в жизни что-то, может быть, с питанием, может быть, с развитием, может быть, с соотношением. Это включает буквально всё, это не только питание. И, значит, это вот такие услуги, мы предлагаем массаж, мы предлагаем классы, различные ивенты, мероприятия, очень много разнообразных встреч, которые помогают человеку понять самому себя, понять, куда он движется, понять, в чём его предназначение. И сейчас это не только мероприятие в центре, но и также очень много происходит онлайн, в Ютубе, и вот к этому мы движемся. Вы тоже научились делать эти гороскопы? Вы занимаетесь этим также в своём центре или только питание, массажи, вот такое? Нет, я лично не занимаюсь астрологией, хотя понимаю, потому что я немножко изучала её, но дальше как-то не пошло. Я понимаю астрологию, но у нас есть специалисты, услуги которых мы предлагаем. И это не обязательно специалисты, которые находятся здесь, на территории Америки, они находятся в разных местах земного шара, с которыми у нас есть контакты, и мы как бы предлагаем их услуги и помогаем людям найти такого правильного специалиста, который подходит именно им. То есть вы это делаете через интернет, да, как-то? Да. Да, да. Даете информацию, и они вам присылают уже какие-то результаты. Да, да, да. Много, много, много мероприятий и услуг происходят здесь в центре, но много чего происходит именно онлайн сейчас. Очень много сейчас возможностей. Очень интересно онлайн, потому что сейчас, я считаю, что многие люди, которых это интересует, они теперь, у них есть доступ к этому, то есть они могут связаться с вами и получить помощь, даже не находясь в Чикаго. Абсолютно. Опять же, если это люди, говорящие только на русском языке, у нас есть YouTube-канал, который даёт возможность не сразу обратиться, то есть послушать какого-то специалиста, послушать с ним программы, а потом решить, кого из них можно выбрать для того, чтобы получить или править консультацию. У нас также есть закрытые группы вот на YouTube, которых можно совершенно за минимальную оплату получить какую-то информацию про себя, которая даст возможность развиваться дальше или понять, в чём суть проблемы, в чём суть болезни, потому что болезни приходят просто так. Это тоже очень тонкая тема, нам дают возможность задуматься о том, что всё-таки происходит с нашим организмом, с нашим сознанием, в первую очередь с нашим сознанием и с мыслями, которые в нашей голове находятся, и часто мы… такой поток, который мы можем остановить. Опять же, я провожу медитации онлайн. Это даже можно делать онлайн? Абсолютно. Я связываюсь энергетически с Духовным госпиталем в Бразилии. Там читают сначала молитвы, потом мы сидим в тишине, а потом мы идём на священный водопад, то есть я людей веду, и происходят совершенно невероятные чудеса с людьми, которые присутствуют на этих медитациях. Но опять же, первое, это, конечно, вера в то, что это может помочь, но если кому-то нужна помощь. Во-вторых, очень важная вещь — это профилактика. Это скорее более важное, чем даже излечение от болезни, потому что когда болезнь наступила, уже труднее гораздо от неё избавиться, или какая-то проблема пришла. Это не обязательно болезнь, это может быть какие-то проблемы в взаимоотношениях, что это то, что на нас влияет ещё хуже, чем болезнь, потому что стрессы, мы сами все понимаем, что такое стрессы, и как они могут создавать блоки. И эти блоки не только в физическом теле, они начинаются на нашем энергетическом, то есть то, что называется аура, на нашей ауре, а потом уже когда они проникают в наше физическое тело, это уже, будем говорить по Айурведе, это уже пятая или шестая ступень болезни, от которой, когда мы уже чувствуем симптомы, когда мы уже чувствуем боли, и от них уже гораздо труднее избавиться, чем если они ещё только-только-только начинают себя проявлять. А мы их ещё не видим. Вот так. Интересно. Расскажите, сколько у вас существует программ? То есть я понимаю, что люди с разными болезнями, они должны получать помощь в разном направлении, правильно? То есть для каждого есть какая-то своя программа. Сколько у вас есть таких программ? Ну, лично у меня, вот когда я занимаюсь людьми один на один, как health coach, у меня есть программы, которые рассчитаны на месяц, на три или на шесть. Начинаем мы с первой консультации и выясняем, что человеку необходимо. Я просто вижу и чувствую. Ну, кроме того, что человек заполняет анкету, я вижу по его ответам на мои вопросы, что с ним происходит, и куда важнее всего обратить внимание. Ну, ещё есть очень развита очень сильная интуиция и понимание, когда общаешься с человеком, что ему нужно сделать в первую очередь. Вот, а потом он уже сам решает, хочет он со мной поработать один месяц. Бывает так, что человек подписывается на один месяц, а потом продолжает эту программу дальше. Вот. Кроме того, ну, у нас работает оккупанчерист, который тоже имеет возможность по китайской системе определить все проблемы человека, сделать такую типу китайской диагностики по языку, по пульсу и так далее. Есть массажист, которого тоже совершенно замечательный. Он кореец, который работает в офисе у нас и совершенно удивительно делает массаж по меридианам. Очень уникальный человек. Он много лет этим занимается. Массаж совершенно уникальный. Вот. Сейчас у нас будет принимать человек-хайропрактор, который тоже занимается, у него совершенно удивительная система. Он не крутит человека, не аджастает его, я даже не знаю, как по-русски сказать. Но он, то есть нажимает специальные точки и энергетически чувствует, как человека подровнять, что ли, его, чтобы он мог исправить свою осанку, и уходит тоже многие проблемы. Тоже чувствует, как это сделать энергетически. Это очень полезно для людей, которые работают в офисе. Да, для тех, кто постоянно сидит за компьютером и вообще необходимо делать массажи и вообще заниматься йогой и двигаться. И, может быть, это тренировки, допустим, в залах, в джимах. Это важно, это силовые какие-то упражнения. Но это не заменяет йогу, дыхание и, может быть, занятие этой чьи, то, что энергетически нас восполняет. Тут должно быть всё, как бы баланс. Мы всегда стремимся к балансу, и баланс должен быть во всём. То есть, возможно, к вам, если я работаю в офисе, я могу у вас взять абонемент какой-то на месяц или больше и ходить исключительно на массаж? Да, конечно, есть возможные самые различные варианты. И когда люди к нам обращаются, я сама лично их направляю и помогаю разобраться, что для них важнее всего в этот момент. Потому что мы все понимаем, в принципе, все услуги стоят деньги, но мы стараемся сделать это так, чтобы это было комфортно и удобно. И к каждому подходим очень индивидуально. Для того, чтобы человек мог при своих возможностях получить наибольшее количество услуг и наилучший результат. Хорошо, давайте тогда уже про деньги. Сколько стоит программа? Минимальная и, скажем так, максимальная? Ну, если говорить о моих конкретно программах, то это может стоить от 100 до 300 долларов в месяц. Опять же, я подхожу к людям очень индивидуально. Вот, допустим, масса, если говорить о массаже, он стоит 60 долларов в час. Опять же, мы смотрим, сколько человеку нужно. И, ну, в принципе, массаж у него не может быть дешевле. 60 долларов в час – это уже минимальная стоимость. Вот, потому что он тратит свою энергию, конечно, расходует свою энергию. И вот такая цена. Допустим, акупанчер стоит… Там тоже есть разные пакеты услуг. Если один сеанс, допустим, стоит 60 долларов, то, допустим, три, есть пакет из трёх, из десяти. Десять будет самый, ну, такой выгодный, что ли, пакет. У меня сейчас нет перед глазами цен, но они довольно низкие для того, чтобы для человека, который хочет сосредоточиться именно на иглоукалывании и получить из этого сервиса самый лучший вариант. Консультации, допустим, со специалистами, то ли астрологом, то ли, допустим, у нас есть люди, которые читают Таро, то есть ясновидящие, которые мало того, что они делают сессию, они ещё подправляют человека, корректируют его в момент сессии. Это не только ридинг, да, как это по-русски будет, я не знаю, но это такая сессия. Да, не только отвечают на вопросы, но ещё и корректируют его. Кроме того, есть, ну, опять же, медитация. У нас бесплатные. Эти медитации, которые я провожу онлайн, они бесплатные, но мы, конечно, открыты для того, чтобы люди, если люди хотят этого, они присылают нам донейшинс, пожертвования, и мы с благодарностью их принимаем. Хорошо. Тогда сколько стоит городсков? 200 долларов. 200 долларов. 200 долларов. От 200 до 250 долларов. И это делают вот те люди, которые находятся в разных точках мира. Да, абсолютно. Ну, есть и здесь. У нас в Чикаго есть такие специалисты, есть на Украине, кстати, в Киеве. Очень хороший специалист. Есть, по-моему, в Москве. Ну, в общем, есть в разных точках такие специалисты и ясновидящие, которые предоставляют такие услуги, тоже есть в разных точках и в Москве, и здесь. А цена в Киеве и в Чикаго, и, допустим, в Москве, она же отличается или это одинаково во всех точках? Есть очень серьезные специалисты, услуги которых довольно дорогие, они могут быть от 300 до 500 долларов, но, в принципе, средняя цена – это 200-250. Еще интересный вопрос такой. Как вы набирали, как вы искали этих людей, этих специалистов? Потому что, как я понимаю, они работают в разных точках мира. Это благодаря вашим путешествиям вы знакомились и предлагали сотрудничать? И как это было? Я думаю, что контакты мы получали через каких-то людей. Вот так получалось, что с кем-то знакомишься, а потом они направляют кого-то еще, и когда начинаешь с ними работать, общаться. Но самое главное сейчас, и больше это делает мой муж, он на канале, который русскоязычный канал, в Ютубе, он ведет передачи с этими людьми. То есть он отдает свое время для того, чтобы раскрыть этого специалиста для других людей, для аудитории, задавая ему правильные вопросы. И человек, когда слушает эти передачи, он понимает, стоит ли ему к этому человеку обратиться для консультации или нет. Потому что, когда человек ведет беседу, мы сразу видим, он профессионал, а мы выбираем только серьезных профессионалов, которые действительно отдают душу и делают это от всего сердца, а не просто для того, чтобы собрать, извините, будем говорить прямым языком, бабки. И все. То есть это все действительно хорошие профессионалы, которые помогают и стараются помочь людям. То есть, скорее всего, это какие-то личные контакты. Это не просто так, вышел на интернет, кого-то нашел, познакомился. И плюс через собственный опыт, потому что, когда мы видим, что человек говорит нам лично, как мне или моему мужу, как он нам помог, мы как бы всех тестируем на себе. Получая вот такой опыт, мы потом рекомендуем его для других. Ну, а это очень интересно тестировать на себе, это уже прям так проверить на прочность. Да, но самое главное, чтобы… Я считаю, что самое главное, что человек почувствовал, увидев человека на экране и послушав, что он говорит, чтобы он сам почувствовал, что вот к этому человеку ему хочется обратиться. Тогда из этого пол будет результат. Ну, еще очень важная вещь. Взяв консультацию, просто услышав какие-то ответы на свои вопросы, это еще не дает возможности нам то ли излечиться от болезни, то ли что-то изменить в своей жизни, потому что основная работа лежит на нас самих. И принести изменения в свою жизнь — это не так просто, потому что у нас есть какие-то родовые программы, есть такое слово «карма», которого многие боятся, да? И все это влияет на нашу сегодняшнюю жизнь, наши родители, наше воспитание, как нас воспитывали. Я сама сейчас прихожу к таким удивительным, видя своих родителей, вот уже пожилых, и они, в принципе, уже болеют, и я сейчас вижу такое влияние на себя, что это трудно даже передать. И только вот увидев это в лицо, увидев это как зеркало, которое для нас, нам что-то говорит о наших проблемах, вообще это серьезный вопрос, я не хочу туда глубоко идти, но самое главное — это понять, что только мы сами можем решить свои проблемы. Даже никакая консультация, никакой гороскоп не поможет, если мы не поймем вот это вот, то, что называется у нас «ага-момент», что мы поняли, где лежит эта проблема, что нужно делать и что-то изменить, самое главное, вот тогда мы получим результаты. Вот в Бразилии, где работают через вот этого серьезного медиума, через него работают духи, там так и говорят, что на 50 проблем 50% нам помогают. Кто во что верит? То ли это Вселенная, то ли это Бог, то ли это какие-то высшие силы, я не знаю, кто во что верит, это не имеет значения, да? Но их помощь обязательно есть, особенно когда мы просим. Но 50% — это работа наша. Согласна. Ну вот смотрите, когда вы приезжали в Индию, вы там где-то проживали, правильно? Вот сейчас у вас есть центр, там тоже можно как бы приехать и жить какое-то время? Или это исключительно как место, в которое ты приходишь, занимаешься и уходишь? Или можно находиться там какое-то время? Ну, на самом деле, в самом центре у нас нет места, где находиться, у нас тут негде ночевать, но были люди, которые приезжали к нам на целые, на выходные, они останавливались в гостинице, они совсем недалеко, или есть сейчас дома, это всё очень просто, это называется R&B, да, room and bath, это можно найти на интернете, очень недорого, то есть снять домик рядышком, да, и в выходные попробовать все наши услуги и все наши сервисы. Такие люди были, они приезжали из других штатов, просто потому что, опять же, увидели программы на YouTube, послушали, что у нас происходит, и вот им захотелось приехать. Кстати, мой муж предлагает услуги номеролога, он номеролог, то есть по цифрам, по дате рождения, можно много чего сказать о человеке и дать ему правильные пожелания, то есть объяснить, что нужно сделать в жизни, где есть проблемы, над чем нужно поработать, это очень-очень интересно. Сколько стоит такая услуга? Такая услуга тоже стоит около 200 долларов, ну, где-то 180-200. И есть другие профессионалы, которые этим занимаются, или только ваш муж? Есть еще один человек, очень-очень-очень серьезный номеролог, который живет в Москве, но для него, для его консультаций, он, кстати, совсем не дешевый, но он делает это тоже не для всех, его называют человек-рентген. Но ему нужна информация, ему нужны даты рождения не только самого человека, но и других людей в поколениях, ну, то есть как в поколениях, хотя бы родители, бабушки, кого есть возможность дать дату рождения, потому что он анализирует все эти даты и дает очень серьезный такой репорт. В какой-то мере он является предсказательным, если человек не боится предсказания, может дать такие предсказания даже на год или на несколько лет вперед. И, в принципе, я думаю, что предсказаний на самом деле бояться не нужно, это просто как, опять же, как и астрология, это как прогноз погоды, как к этому лучше подготовиться, и это все можно изменить. Если что-то плохое, а если бывают случаи хорошие, вот предсказали что-то хорошее, и человек может подумать, а, ну, это и так все произойдет со мной и расслабляется, возможно ли таким образом поменять свое будущее? Все можно поменять, все можно поменять, если к этому правильно относиться. конечно, сознание наше и наши мысли и какие-то установки, они серьезно работают, но если, опять же, мы работаем над собой, если мы понимаем, если у нас есть осознание, то мы правильно к этому относимся, и все можно изменить. И расслабляться тоже иногда нужно, мы не можем быть серьезными, и, опять же, мы говорим о балансе, поэтому нужно и как-то развлекаться, и серьезно относиться к делам всего понемножку, для того, чтобы было веселее. Как часто нужно делать эти процедуры, нумерология или гороскоп, вот то, что не касается физического тела или питания, а вот такой духовной сферы? Это все очень индивидуально. Каждый человек чувствует, когда ему необходимо. Бывают такие трудные периоды в жизни, у каждого человека, бывают такие трудные периоды в жизни, что ты просто не знаешь, вот все валится, все рушится, вот какая-то просто темная полоса, и ты не знаешь, что делать. И, в принципе, у нас в картах, в гороскопе, например, видно, что происходит влияние каких-то планет, может быть, каких-то плохих планет, и в это время просто лучше расслабиться, может быть, и вообще ничего не делать. Может быть, просто сесть и написать план на будущее, но не делать каких-то активных действий, потому что они ни к чему не приведут. Просто, может быть, период, который надо переждать и знать, что делать дальше, когда он закончится, как-то к нему подготовиться просто. Может быть, в это время просто нужно читать книги и получать какую-то информацию. Может быть, просто нужно сесть и медитировать. Так что варианты возможны, и это настолько индивидуально. Может быть, такой гороскоп, такую карту можно сделать один раз в жизни, и это будет достаточно для того, чтобы человек что-то понял. Кому-то, может быть, это хочется сделать раз в год. Опять же, астрологов очень много разных. Есть астрологи ведические, то, что связано с ведами, то есть это знания более восточные. Есть западные астрологи, они настолько, в принципе, там очень похожи, но интерпретации могут быть разные. Опять же, каждый астролог может интерпретировать карту астрологическую по-своему. Поэтому бывает так, что люди хотят взять консультацию у разных астрологов. У нас есть, кстати, в Киеве проживает совершенно удивительная женщина-астролог, которая комбинирует и западную, и восточную астрологию. Вот у неё такой общий подход. Так что всё очень индивидуально. Опять же, хочется, чтобы человек сам понял, когда приходит время, когда ему нужно это сделать сам. Сам. Не потому что кто-то ему сказал, что вот тебе сейчас надо. Ну, конечно, можно посоветовать, дать информацию, но решение за нами. Очень интересно. Ну и раз мы уже перешли к такому разговору, дайте напоследок какие-то ещё советы, которые могли бы помогать зрителям в каких-то их сложных ситуациях. Если нас слушают те, кто понимает, что такое медитация, что такое практика медитации, я бы очень рекомендовала всем заниматься этим более серьёзно. Можно начинать вообще с 10 минут утром и вечером, когда мне сказали, что нужно медитировать. Я вообще не понимала. И это было не так давно. Это было лет 8-10 назад. Для того, чтобы мне избавиться от моей проблемы со счетовидной железой, сейчас очень много, особенно у женщин эта проблема возникает. Это проблема того, что мы не можем высказаться, мы не можем сказать всю правду, и мы не можем правильно человека услышать другого. То есть тут комбинация вот этих двух вещей. Я не понимала, как это вообще можно сесть, ничего не делать, закрыть глаза и вот так вот просто сидеть. И мне сказал, в принципе, мой учитель, что вот просто сиди и тупо медитируй. То есть когда мы медитируем, мы освобождаем себя от ненужных мыслей. И если кто-то думает, что он не умеет медитировать, то это тоже неправда, потому что мы все можем этому научить. Это самое простое, что можно сделать. Ну и также обратить внимание на своё дыхание. Дыхательные упражнения, медитация — это то, что приводит к облегчению, убирает стрессы. И просто вот когда чувствуется, что возникает какая-то внутри такая агрессия или злость, или что-то набегает, нужно тут же поймать себя на этом, остановиться и просто глубоко подышать. Ничего специального делать не нужно, хотя есть, конечно, очень много практик, которым можно научиться и которые могут себя понять. То есть самое главное — иметь какие-то вот такие небольшие инструменты, которые могут помочь повседневной жизни. и на которые не нужно тратить деньги. Это очень важно. Абсолютно! Да, да. Но опять же, может быть, для того, чтобы узнать, можно пойти на интернет и найти, можно обратиться к специалисту. Тут воля каждого человека своя. Но в принципе всё возможно. Самое главное — понимать, что всё возможно, и всё мы можем сделать сами. А если не можем сделать сами, значит, нам нужно найти помощь в нужную минуту. Да. Ну вот, ваш канал этим занимается, и это очень хорошо, что люди могут посмотреть, поинтересоваться, узнать немножко больше, и уже более серьёзно и ответственно подходить к выбору специалиста, к которому они хотят обращаться. Ну, или к вам. Потому что вы едете в интернете, и с вами очень легко связаться, и я думаю, что это ваш плюс, большой плюс. Да, мы всегда в интернете, да. И хочу вас поблагодарить за ваше интервью, за ваш рассказ. Он получился такой очень духовный, и очень интересный, и очень полезный. Я думаю, что... Да, мы снимаем видео про бизнес, но иногда важно вспомнить о чём-то более высоком, чем о бизнесе. И сегодня мы задели и ту, и ту тему. За это вам спасибо большое. И если вам нравится, ставьте лайк. Не забывайте писать комментарии, если у вас есть вопросы. Мы обязательно будем на них отвечать. Внизу в описании мы оставим ссылку для того, чтобы кто заинтересовался мог посмотреть канал Риты и её мужа. И до скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова